Здравствуйте! У нас в гостях в студии, в этой гостиной, доктор энергоинформационных наук, основоположник нового направления полярной медицины, Эдуард Александрович Гуляев. Я сразу вас попрошу раскрыть смысл термина полярная медицина. Ну, полярная медицина основана на том, что любой объект, в том числе и любой орган человека, обладая энергетикой, имеет и свою полярность. Эта полярность соответствует здоровому органу. Если орган по каким-то причинам стал больным, полярность изменилась на противоположную. Если любыми методами привести орган к норме, полярность вернется к норме. А вот полярная медицина идет от обратно. То есть искусственно энергоинформационными методами изначально ставится полярность больного органа в норму. Вот это приводит к тому, что происходит достаточно мгновенный выброс негативной информации из больных клеток. То есть они наполнены чистой энергией, запущен в процесс оздоровления. Причем это делается мысленно, без всякого вмешательства в человека, независимо от расстояния, то есть в любой точке земного шара. И вот этот метод позволяет таким образом избавлять людей от, казалось бы, совершенно неизлечимых другими методами заболеваний. То есть лечение происходит на расстоянии, да? Не играет роль. В удаленном режиме. Пришел пациент на прием или он находится где-то. Вот я еще лет 20 назад был занесен в книгу рекордов Харькова за самое дальнее воздействие на человека. Я сращивал перелом шейки бедра в Америке из Харькова. Устранил опухоль в груди в Рочестере. Еще лет 20 назад. То есть не играет роль расстояния. А тем не менее это позволяет не обучать докторов медицинских наук в своей школе. То есть это другие подходы. Ведь всем руководит информация. Любое нарушение, любое заболевание вызвано какими-то энергоинформационными сбоями в организме. Так вот, я в своей школе как раз обучаю, как найти те самые исходные причины и устранить их. А дальше можно или любым методом лечить, или запустить организм на самолечение. У нас есть информация для абсолютного здоровья. Вот поэтому неизлечимых заболеваний в принципе нет. Ведь они неизлечимы только потому, что не выявлены причины, которые удерживают это заболевание. А вот полярная медицина позволяет их найти и устранить. То есть я всегда на международных конгрессах многократно делал доклады. И всегда заявлял, что неизлечимых заболеваний нет. Ну а опыт моей практической работы по приему пациентов просто подтверждает. Когда вы шли к своему открытию, к созданию нового направления полярной медицины, вы наверняка сталкивались с трудностями не только профессионального характера, но и человеческого. Вот на этом пути вам ставили рогатки, строили какие-то препятствия. Расскажите об этом. Да, конечно, и неоднократно бывало. Если вместо медикаментов устранить причины заболевания, человек стал здоров за значительно более короткое время. Если поддаются неизлечимые заболевания. Вот полярная медицина позволяет выявить даже нарушения у ребенка во внутриутробном периоде. И устранить их там. Вот полярная медицина совершенно свободно владеет методиками, как устранить то, что вызывают у детей ДЦП, болезнь недавно, нарушения изначально от рождения. То есть это генные нарушения, которые можно устранять даже во внутриутробном периоде. Любое заболевание всегда имеет какую-то энергоинформационную основу. Вот если выявить и устранить, то любое заболевание становится излечимым. Еще раз подчеркиваю, любое. Как к вам относится официальная медицина, представители официальной медицины? Ну, если это опытные врачи, то очень позитивно и хотят этими знаниями обладать. Я ведь, ну, десятки раз выступал на международных конгрессах в разных странах. С вот этим направлением и дальнейшим развитием его. Всегда принималось это на ура. Ну, людьми, которые действительно занимаются этим направлением. В том числе и классической медицины. Я ведь являюсь доктором энергоинформационных наук. Я защищал в Москве диссертацию на тему. Это наука. Причем самое интересное, что проблемы могут решаться у людей, которые находятся где угодно, хоть в любой стране. Опять-таки, проблемы, допустим, безбрачия, отсутствие детей, нарушение отношений в семье, разводы и так далее. Все это тоже доступно полярной медицине. И никакие психологи, никакие врачи не могут устранить вот те нарушения в полярностях биополя человека, которые вызывают отторжение людей друг от друга. Вот поэтому очень многие одинокие люди к нам обращаются, после этого находят свою вторую половинку. Многие семьи, которые на грани развода, тоже обращаются о причинах. После устранения причин продолжается любовь, которая ведь и свела этих двух людей и так далее. Очень многие семьи, в которых не было детей, после моих приемов рожают детей. Если ребенок, допустим, родился с какими-то заболеваниями, то методы полярной медицины позволяют тоже их устранить. Если, конечно, не успело произойти каких-то необратимых явлений, но это крайне редко. То есть, еще раз говорю, нет таких заболеваний, которые нельзя было бы вылечить, устранив причины заболевания. Если устранить причины, то, в принципе, дальше любыми методами и обычными методами классической медицины можно лечить. Нет препятствий. Иными словами, вы решаете не только медицинские проблемы человека, но и вообще разного рода житейские проблемы. Методы полярной медицины позволяют не только устранять заболевания людей, но и гармонизировать их отношения. Позволяют выявить, допустим, почему происходит крах фирм. Потому что фирма находится в помещении, которое тоже изменило полярность от негативных эмоций присутствующих людей. Вот там левозакрученные поля, которые на всех негативно воздействуют, всем плохо. Фирма терпит крах. Вот такое переполюсованное помещение никто не купит. Переполюсованную машину никто не купит. То есть, своим излучением отталкивает всех. Любые аварии транспортных средств происходят только после того, как оно переполюсовано. А переполюсовано от негативных эмоций людей. А вот полярная медицина позволяет это выявить, устранить и даже поставить защиту на транспортное средство, чтобы по этой причине, а это процентов 95 случаев аварии, по этой причине, а впредь таких аварий не было. То есть, выход на предаварийность. Полярная медицина позволяет также выявлять, допустим, болезненные зоны, то есть зоны геопатии. Вот в Москве очень много таких зон. Когда ко мне приходят на прием онкобольные, я всем, во-первых, показываю, откуда их причина. Причина – это их обиды, скрытые на людей, которые вывели из строя их организма. И плюс зона геопатии. Значит, мои авторские методы позволяют устранять зону геопатии. Не сдвигать ее там, не перекрывать, а просто устранять, лечить землю в этом месте. Причем это можно производить дистанционно в любой точке земного шара. Опять-таки, это мои авторские методы, которые позволяют. Всем этим методам и тем, чем я владею, я эти обучаю в своей школе. Обучаю всех желающих, которых я допускаю. Еще не было ни одного человека, который не смог бы это освоить. Эдуард Александрович, ну мы не затронули еще разные человеческие проблемы. Их множество, например, омоложение, лишний вес, вредные привычки, синдром хронической усталости. Да, мои техники как раз охватывают весь этот спектр. Значит, совершенно реальный биологический возраст человека на десятки лет уменьшить. Устранив причины, которые вызвали нарушение обменных процессов, можно нормализовывать вес. Устранив причины, можно избавлять человека от тяги к алкоголю, наркотикам, табаку и так далее. Это все совершенно реальные вещи. Лежит книга у нас на столе, я попрошу вас взять ее в рот, это ваша книга. Несколько слов о ней. Исцелить себя просто. Значит, в книге очень много сведений полезных для людей, как заниматься методами набора энергии, постановкой защит, биолечением, как лечить людей на расстоянии, самостоятельно научиться биолокации, созданию фантома. То есть это настольная книга очень многих людей, которая позволяет в дальнейшем вести совершенно здоровый образ жизни. Книгу можно купить в московских магазинах или приобрести на открытых встречах с собой. Я напоминаю, что у нас в студии был Эдуард Александрович Гуляев, доктор энергоинформационных наук, основоположник нового метода, методополярная медицина. Кстати, мы уже говорили о книге «Исцелить себя просто», она существует еще и в аудиоварианте. Вот в руках у меня этот диск. Спасибо вам за интересный разговор, всего доброго, удачи, до встречи, пока. Спасибо. Тренинг Эдуарда Гуляева «Встроенная фигура. Легко. Методики омоложения организма и избавления от лишнего веса». Перед тренингом «Открытая встреча». 5 декабря в 18.00. Тренинг Эдуарда Гуляева «Как привлечь денежные потоки в свою жизнь». Выявление и устранение причин, препятствующих успеху. Перед тренингом «Открытая встреча». 13 декабря в 18.00. Улица Большая Семеновская, 32. Телефон 8-495-545-53-27. www.guliaeveduart.net